Правило «выпил, не садясь за руль», как практика показывает, никогда особо не работало. По словам сотрудников госавтоинспекции, в Читопольском районе практически ежедневно задерживаются водители, находящиеся в алкогольном опьянении. Причем есть и такие, которые уже были по аналогичной причине лишены водительских прав. Так, с января этого года сотрудниками ГАИ на наших дорогах было задержано 62 нетрезвых водителя. Три нарушителя находились еще и в наркотическом опьянении. 14 сели за руль без прав, за что и были доставлены в отделение полиции. Инспекторы отмечают, что люди, садясь за руль пьяными, порой не осознают все последствия преступного легкомыслия. По вине таких ветреных водителей в Читопольском районе произошло 4 ДТП. К счастью, обошлось без жертв. Последний случай у нас был в начале марта. Водитель Хундай совершил столкновение с автомашиной 14-й, после чего оставил место дороже транспортного происшествия, участником которого он являлся, покинул место. Также благодаря бдительным гражданам данный водитель был задержан сотрудник полиции. Очевидно, что бороться с пьянством не так-то просто. Не пугают нарушителей небольшие штрафы и решение прав. Самодовольно надеясь на русское авось, нетрезвые автолюбители продолжают периодически появляться на проезжей части. По мнению многих, чтобы искоренить это зло, необходимо с одной стороны ужесточить еще больше меры наказания, с другой усилить профилактическую работу. Наказание, находясь в водителе в состоянии алкогольного опьянения, административный штраф в размере 30 тысяч рублей, значит, лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном совершении административного нарушения, значит, у нас штраф в размере 50 тысяч, либо три года лишения водительского удостоверения. Во избежание печальных последствий на дорогах с 1 июля будут ужесточены меры наказания водителей. Уже за сам факт езды в нетрезвом состоянии можно будет отправиться за решетку. Для виновников пьяных аварий со смертельным исходом теперь вводится обязательно тюремный срок. Продолжение следует...